Я хотела рассказать про открытый эмоциональный центр. Люди, которые имеют открытый эмоциональный центр, это те, кто не продуцирует внутри себя эмоции постоянно, в отличие от людей, у кого эмоциональный центр определён. Люди с эмоциональным центром, их настроение, как правило, не зависит от каких-то внешних обстоятельств. Это та химия, которая происходит внутри их тела. Обратная же ситуация другая, точнее, у людей с открытым эмоциональным центром. Для них эта история всегда про что-то внешнее. И у тех, у кого эмоциональный центр определён, у них есть какой-то свой фиксированный способ эти эмоции проводить и проживать. А у людей с открытым эмоциональным центром такого фиксированного способа нет. Поэтому я, например, имея открытый эмоциональный центр, очень внимательно наблюдаю эту историю у других людей. То есть, как кто проводит легко эмоции через себя. Кто-то эти эмоции умеет очень красиво проговаривать. Прямо всё, все аспекты, все тонкости и нюансы, которые они проживают. Кто-то кричит, плачет, кто-то сжигает что-то в эти моменты, кто-то бьёт посуду, кто-то, ну, то есть, через какие-то физические проявления, кто-то говорит, что он тотально погружается в эти чувства, да, если это боль, то он тотально проживает эту боль. И как только он тотально её прожил, то состояние меняется. И люди с открытым эмоциональным центром, они могут наблюдать и узнавать, кто как это делает, и, возможно, какие-то для себя подсказки иметь. У меня для этого есть целый список, в том числе танцы, прописывание, слушание музыки, писание стихов. Но есть разные другие варианты тоже, и вы можете понаблюдать и создать свой такой список для себя.